Полицейским ничто человеческое не чуждо. И закон они порой тоже нарушают. Более 500 преступлений и дисциплинарных проступков совершено сотрудниками внутренних дел за прошедший год. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции. В отношении ивановских полицейских возбуждено 42 уголовных дела. Уголовные дела в прошлом году были возбуждены в отношении сотрудников патрульно-постовой службы, в отношении четырех сотрудников трех участковых уполномоченных, двух сотрудников неведомственной охраны, двух следователей, двух сотрудников охраны конвоированных подозреваемых обвинением ГВС. Зарегистрировано 14 фактов коррупционных нарушений со стороны сотрудников полиции. Причем 12 из них – дело рук бывшего руководителя Центра профессиональной подготовки. Напомним, что за определенную плату полицейский незаконно выдавал разрешение на охранную деятельность. Еще два уголовных дела. Было возбуждено коррупционной направленностью в отношении сотрудника Центра исполнения административного законодательства, ЦИАС. В октябре месяце он получил денежные вознаграждения за несоставление административного протокола по залу одному из игровых автоматов. Не стал составлять материалы, зато получил вознаграждение, зато получил уголовное дело и статью. Впрочем, новая реформа МВД на то и нацелена, чтобы исключить из органов сотрудников нечистых на руку. Горожане нередко жалуются на полицию. Однако проверки показывают – не всякая жалоба обличает убортня в погонах. За прошедший год подтвердилось только 32% обращений. Чаще всего жалобы выступают на сотрудников ГИБДД. Когда речь идет о лишении прав, обиженные водители начинают предъявлять претензии к работе дорожной полиции. И без служебной проверки в таких случаях не обойтись. Само руководство МВД в своих сотрудниках не сомневается, поясняя, что нынешний отбор на службу очень жесткий. Каждый кандидат на службу в органы внутренних дел проверялся подразделением собственной безопасности. Ранее такого не было. Хочу сказать, что нами было выявлено совместно с подразделениями информация в отношении 92 сотрудников, компрометирующего характера, негативного характера. 82 сотрудникам было отказано в приеме службы в связи с этим. После того, как полиции увеличили зарплаты, многие ранее уволенные сотрудники пожелали вернуться на службу. 9 милиционеров в отставке стать полицейскими так и не смогли. По результатам психофизиологических исследований им в приеме на работу было отказано.